Здравствуйте, друзья! Вы на канале Эльковед МДЖФ. Сейчас я вам предложу такой убийственный лайфхак, у которого от него, конечно же, у кого-то немножечко пуканет, но факт остается фактом, потому что полезная часть этого лайфхака в нем есть, такая есть полезная часть, есть такая убийственная для понимания. Но в этом видео будет две темки, сразу я сюда вложу. Вкратце я одну уже упоминал когда-то. Смотрите, так как у нас у байткастеров на постсоветском пространстве есть такая фобия, это зуд главной паре байткастинговых катушек, появляющихся там через определенное количество времени, и люди не могут это пережить. И вот я эту фигню знал давно, и даже когда делал того, я иногда, кстати, говорил, что хотите, попробуйте так сделать. Значит, пока у вас катушка новая, вообще в идеале, вот новая, она недавно у вас только появилась, значит, вы берете, и что делаете? Вы берете и тупо затягиваете фрикцион. Не сразу. Периодически вы его подтягиваете, свой фрикцион, он будет спрессовываться, диски со временем. Опять, вы смотрите, старый драк легко затягивается. И вот так он со временем будет спрессовываться, спрессовываться, и вы его в итоге затянете. Не говоря уже о том, чтобы использовать вообще без масла его. Ну, в принципе, масло тут лишнее выдавится. Суть не в этом. Значит, что происходит? Происходит то, что ваша шестерня, особенно это характерно для многодистковых систем. Ваша шестерня очень плотно прилегает, главное, драйвгир, большая шестерня ведущая, очень плотно прилегает к шлицам на валу, к нижним, на которые она опирается. И располагается очень четко. Потому что, если фрикцион ослаблен у вас, то она имеет свойство за счет того, что диски мягкие, и там какие-то микроны при нагрузках мандулить, чуть-чуть шестерни играть. Тем самым у нее идет выработка там неравномерная. Так вот, когда фрикционным стардрагом вы притянете эту шестерню, она у вас наглухо, грубо говоря, сядет к шлицам настолько, прямо будет сидеть. Особенно это касается больших шестеренок. Вот как в данном случае, как здесь. Здоровенная шестеренка, здоровенный фрикцион. Кстати, кто не видел, посмотрите видео, анонсированное в апреле. Speed Demon Elite Deadbolt называется, засов. То есть там вообще отсутствует фрикцион. Это для флиппинга, выдиралка для флиппинга с хэви-грасс, из зарослей конкретных таких. Он выдирает ее и все. Ну скажите, а как же я буду щуку вытаскивать? Понятия не имею, как вы будете. Но зато у вас шестереночка будет всегда чутенько. Фрикцион никогда не расслабляйте. Только всегда подтягивайте. Аккуратненько. Сразу нельзя подтягивать. Можно резьбу сорвать, а сливал алюминиевый. Потихонечку подтягивайте, подтягивайте, чтобы у вас проворотов прямо не было. Значит, вдобавок к этому скажу. И всегда так оставляйте. У вас шестереночка, это не говорит, что она не зазудит. Нет, но она меньше всего мандулит. Она четко стоит всегда на одном уровне. И даже в некоторых случаях вы почувствуете, что у вас катушка плавнее стала работать. Ушел зуб. Иногда может наоборот прибавить. Это значит, что в расслабленном фрикционе она у вас работала на расслабленном фрикционе. На том, в котором вы думаете, что это рабочее положение, это расслабленный фрикцион был. Притянув, вы смещаете немножечко ее там на микроны, и она уже другими зубами работает. Может быть, как зуб появится, как уйти. Но изначально, пока катушка новая, если вы все притянете, значит, что здесь важно. Значит, ну, щука сядет, но может и клавиши работать. А отключать клавиши и стравливать вот так вот. Потом включили, потом опять. И, кстати, я видел, так действует некоторые. Значит, что касается флюоркарбона. На флюоркарбоне можете 100% затягивать фрикцион этот. На флюоркарбоне, на нейлоне он вам будет уже все гасить. Если у вас достаточный толстый носитель и катушка типа вот этой мощной выдиралкой, на самом деле, действительно, она выдиралка считается рестарая шпуля. У нее маленький рычаг, чтобы сорвать с фрикционом. И у вас будет, значит, на флюоркарбоне. Флюоркарбон ваш будет гасить, ваше удилище, рыбки, даже крупные щуки. Какой там хищник сядет. Ну, естественно, гипертрофей без фрикциона не обойдется. Никуда тут не деться. А, средняя щука, там, да, 3 килограмм. Может, даже и пятерка, если у вас все мощно. И палка, и толстый флюор. Вот. Будет все нормально. Это вот вторая тема суда. К затягиванию фрикциона. Первая была то, что у вас этот главный ведущий шейстерин будет всегда ровненько стоять. И будет работать серой по одной линии. Грубо говоря, не будет мандулить. У нее износа будет меньше. Вместе с пиньоном. Ну, собственно говоря, вот такой лайфхак. Ну, он рабочий абсолютно. Значит, еще момент. Новичкам особенно. Да и опытные даже. Значит, у вас не затянут фрикцион, потому что вы боитесь, что там что-то залипнет. И часто при подсечке, даже на шнуре, вы не дозасекаете рыбу, потому что у вас проворачивается фрикцион. Значит, тема вся про фрикцион. И про сохранение главной пары. Понимаете, да? Так вот, значит, затягиваете фрикцион мощно. А когда сел трофей, начинайте его уже отпускать, чтобы он стянул. Если там большой, крупный рыб сидит. Понимаете? Потому что фрикцион часто у вас не затянут. Потому что боитесь, что там что-то у вас залипнет. Даже если он залипнет, он с маслом. Ничего страшного, вы ослабили, он разлипнет. Ничего вас не оборвет. Вот по той причине не надо использовать тонкие носители. А используйте всегда толстые, достаточные носители. Шнур. Если вы ловите щуку, судака прибрежного, недалекого какого-то жериха, на небольшом там расстоянии, крупного головля, то шнур не должен быть, грубо говоря, меньше, чем 2.0. 2.5 или, точнее, по-американски, люблю считать 20 либров, это минимум. Шнурок у вас должен быть. И у вас меньше будет проблем. Не надо вот этого вот извращения мелкошнурного. Это для БФСа, там, пускай оставьте. Америкосы, они никогда не используют тонкие носители. Поэтому, в отличие от япошек, да и япошки там в серьезных вещах. Поэтому у вас все нормально, ничего у вас не отвалится, ничего не оборвется. Рыбе вы не прорвете там ничего. Тем более, если у вас флюр толстый стоит. Даже поняли, да? Вот такой вот убийственный лайфхак. И сразу рассказал, что еще можно сделать с фрикционом. И как им пользоваться изначально. Еще раз повторю, всегда затянут должен быть жестко. Чтобы при подсечке у вас было четкое засекание. Не важно, шлюр. Тем более, если у вас флюр стоит. Тем более, если флюр стоит. Всегда затянут. А потом, когда уже трофей начинает стравливать, можете фрик отпускать потихонечку. Ничего там не залипнет. А я его никогда не распускаю. Раньше я это делал, потом перестал. То есть, вот как есть, у меня затянут все фрикционно. Катушку положил, все. До следующего, до того. Ничего там не залипнет. У вас там маслицем смазано, все нормально. Так что, вот так вот. Спасибо.